Всем времени доброго! Сейчас мы сделаем такой расклад, кто за вами следит и зачем. Будем смотреть на один вариант. За более личной консультацией вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я всегда закрепляю под видео. Давайте посмотрим. Загадывайте сейчас себя. Не нужно никого загадывать. Мы посмотрим, кто следит, зачем, с какой целью, кто наблюдает и с какой целью. Кто наблюдает за вами и наблюдает, с какой целью. Тут очень интересно. Тут мужчина с двумя-тремя образованиями, либо мужчина, который имеет подчиненных. Он может занимать какое-то место, значимое на работе. Скажи, зачем ты следишь? Ну, потому что есть какой-то определенный интерес, но мужчина следит за вами несвободный. У этого мужчины есть дочь. Что ты хочешь? Ну, смотрите, здесь он хотел бы с вами каких-то отношений, но он не может именно сказать вам прямо, потому что этот человек несвободный, то есть, и, возможно, ему не позволяет статус. Вот тут у нас женатый мужчина следит, а еще и неженатый следит, еще и бывший следит за вами, который находится на расстоянии. И этот мужчина, ну, ему не хватает вас. Возможно, этот бывший обманул вас на деньги, взял деньги, не вернул. Такое возможно. Потому что с бывшим проходит тема денег. Здесь я вижу, что как будто бы он вас обманул на деньги или хочет обмануть. Мужчина выпивает. Ваш бывший не очень хороший мужчина. Вот этот мужчина, знаете, он как-то закрылся от вас раньше и сейчас за вами наблюдают. Да, давние, вот давние. Карту показывают давнего мужчины. Далее за вами могут наблюдать знакомые ваши друзья, родственники, с которыми вы не общаетесь. Но я почему-то вижу, знаете, вот два глаза и за ними еще два. То есть, это нам говорит о том, что люди, возможно, следят за вами через каких-то лиц, да, не напрямую. Тут у нас вот еще влюбленный мужчина следит за вами. Ну, здесь очень много бывших, несерьезных вышло мужчин, которые никак не созрели. Ничего хорошего они не принесут вам. Ограничения. Они не общаются с вами. Вы с ними не общаетесь. Даже мне пошла... Блядь. Заколебали возле окна орать. Даже мне пошла такая информация, что, возможно, с кем-то из них вы познакомились в больнице, да, Вот карта ухода. Может быть, кто-то из вас на работе у кого-то был, я сейчас скажу, такой несчастный случай. Вы чуть не лишились жизни или лица. Может, повреждение какое-то было. Но вы вышли вперед и идете дальше. Я вам скажу, что сейчас даже следят за вашей работой. Им интересно, чем вы занимаетесь. Поэтому на работу, конечно, лучше бы было ставить защиту. Следят за вашей работой. Интересна им жизнь ваша. Смотрите, здесь, конечно, еще следят, я хочу сказать, что и за личной жизнью. Но и родственники, и семья. Смотрите, здесь следят такие люди. Вот видите ограничения. То есть, да, люди либо добавили вас в черный список. Я же говорю, ограничения. Либо вы их добавили в черный список. Но они... Вот город спит, да, просыпается мафия. К чему я говорю? Я говорю к тому, что эти люди, да, долбоёбы, они берут, я как вижу, разблокируют вас. Когда вы спите, они делают разблокировку в сайтах и смотрят вас. А потом опять вас вносят в черный список. Я, конечно, прошу прощения, но вот так я попыталась вам объяснить. Да, люди, которые следят за вами, вносят и выносят вас из черного списка. За кем-то могут следить еще коллекторы. Однозначно, да, могут следить коллекторы за вами. Потому что здесь у кого-то могут быть проблемы с законом. Кто-то из вас может прятаться от властей или каких-то организаций. Следят за будущим ваших детей. Вот на детей ставьте защиту, потому что здесь возможно, что есть какие-то нападки. Обманным путем женщина хочет что-то украсть. от вас взять, украсть. Смотрите, тут еще есть такой момент, что за вами следит какая-то ревнивая жена, думая, что вы посягаете на ее личную жизнь. И она готова даже дать вам деньги, чтобы вы ушли. Может, уже такое было. Или же вы следите за своей, там, не знаю, за любовницей вашего мужа. Тут тема любовных треугольников. Кстати, кто-то из вас выступал в хоре. Бывшие мужчины могут за вами следить, думая, что вы уже с кем-то. Вот за вашей работой, я же говорю, за вашей работой следят. Опа! Бывший муж еще, который умер у вас, погиб где-то у кого-то, хочет с вами поговорить. Но это уже лично, я не буду здесь рассказывать. Смерть его тайная. Смерть его произошла из-за другой.